О крещении. Оно называется не одним наименованием, но многими и различными. Так, очищение называется баней покибытия, спас наш, говорит апостол, баню возрождения, обновления Святым Духом. Послание к Титу, 3 глава. Называется и просвещением, как называет его опять Павел. Но вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Коевреям, 10 глава. Называется и крещением. Все вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеглись. Называет и погребением. Мы погреблись с ним, говорит, крещением в смерть. Называет и обрезанием. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с облечением греховного тела, плоти, обрезанием христовым. Называется и крестом. Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Есть общее всем людям омовение посредством бани, которая обыкновенно омывает нечистоту телесную. Есть омовение иудейское, которое, хотя важнее первого, но гораздо ниже благодатного, так как и оно омывает нечистоту телесную. Но не только телесную, а и зависимо от немощной совести, есть много вещей, которые по свойству своему не нечисты, но становятся нечистыми от немощи совести, как в отношении к детям маски и прочее пугалище, которые по свойству своему не страшны, кажутся детям страшными по слабости их естества, так и в отношении к тому, о чем я сказал. Например, прикосновение к мертвым телам по свойству своему не нечисто, но когда оно случится с человеком немощной совести, то делает прикоснувшегося нечистым. Что это дело по свойству своему не нечисто, показал сам учредитель закона Моисея, который нес с собой мертвого Иосифа и однако остался чистым. Посему и Павел, рассуждая о такой нечистоте, происходящей не от природы, а от немощи совести, говорит так, нет ничего в себе самом нечистого, только почитающим и что-либо нечистым, тому нечисто. Послание к Кремлянам, 14 глава. Видишь ли, что нечистота происходит не от свойства вещей, но от немощи помышления? Развратник ли кто или блудник, или дослужитель, или сделал какое-либо другое зло, хотя бы даже он соединил в себе все человеческие пороки, но если он войдет в водную купель, то он выйдет из этих божественных струй чище лучей солнечных. А чтобы ты не считал сказанного преувеличением, послушай Павла, который говорит о самой этой купели. Не обманывайтесь, ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни заречиво, ни хищники. Царствие Божие не наследует. 1 Коринфянам 6 глава. Но как это, скажешь, относится к вышесказанному? Требуется показать, ощущает ли все это сила купели. Выслушай же дальнейшее. И таковыми были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6 глава. Мы обещали вам показать, что входящий в эту купель очищается от всякой порочности, но речь наша показала больше, то есть, что они делаются не только чистыми, но и святыми, и праведными. Он не только сказал, омылись, но также осветились и оправдались. Так же и человеколюбие Божественного дара он делает праведными и без усилий. Если указ царя, написанный в немногих словах, отпускает на свободу виновных в бесчисленных преступлениях, а других возводит на высочайшую степень почести, то тем более Святой Дух Божий Всемогущий может избавить нас от всякого зла и даровать нам великую праведность и исполнить нас великого дерзновения. И как искра, упавшая в необъятное море, тотчас угасает и поглощенное множеством воды становится невидимой, так и вся человеческая порочность, погружаясь в купель Божественного Источника, потопляется и исчезает скорее и легче той искры. Если же эта купель отпускает все наши грехи, то почему, скажешь, она называется не купелью отпущения грехов или купелью очищения, но баней возрождения? А потому что она не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от прегрешений, но делает это так, что мы как бы вновь рождаемся. Здесь говорит он не о той купеле, которую купали вчера и сегодня будут купаться. Не об этой купеле. Хотя сегодня так и есть. Говорит, кто сегодня искупается, тому прощаются все грехи. Это неверно. Здесь святили, говорит, не о той купеле, а о купеле крещения, когда ты уверовал и даешь обет Богу, что отрекаешься от сатаны, соединяешься с Христом и навсегда делаешься рабом Христа. Он о той купеле, говорит. Ах, ну что, берите воду, аккуратнее, стеклянную посуду желательно не наливать, потому что я с собой задел, где-то и раскололи. Ах, ну что, берите воду, так и видишь. Мам, ты, мне! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...